на фоне коров мы сейчас поговорим это все бычки может не сомневаться о том что эти бычки не для развлечений а для чьей-то не вегетарианской диеты это я доктор анатоль и мне сегодня захотелось лучше сказать пришлось идти в другом направлении по моей любимой тропе здесь кстати вам покажу виноградники это же кстати место где второе по величине производительность винограда в сша вот скоро будет сезон еще он еще не пахнет здесь но будет совершенно потрясающий запах через некоторое время так вот я сегодня хочу поговорить о наверное самой важной теме который вы от меня может сможете услышать мне придется спуститься с горы высокой чтобы вам это как-то коряво будет это очень коряво объяснить но тем не менее вопрос в том почему духовный путь поправит все ваши проблемы в жизни и поэтому даже если вы там считаете себя там без духовным человеком духовный путь это для умного человека это все с чем это связано прежде всего это связано с тем что большинство людей подавляющее большинство людей страдают от отсутствия глубины а духовный путь я конечно имею ввиду не религиозный путь а именно духовный путь он ведет вас ближе к тому что вы на самом деле хотите в жизни и вот это развлечение о том что вы на самом деле хотите против того что вам кажется вам хочется это очень большое дело большинство людей ищет того что им абсолютно не нужно но они об этом не знают это связано с тем что внутри них есть тот самый конфликт аутентичности о котором я миллион раз говорил то есть у них есть много желаний и они не знают какие эти желания какие из этих желаний важные и вместо того чтобы следовать важному желанию они следуют желанием которое может быть диктуется их предыдущими годами жизни или обществом и поэтому к старости лет или к 30-летию у них может быть много чего в жизни но не то что они хотят и их ждет разочарование и я из-за этого депрессия алкоголизм и прочие другие вещи вот и потом они стыдятся потому что общество же им говорит что вот у вас должно быть все хорошо есть жена муж дети работа квартира машина или я там ездил по многим странам путешествовал но вы не уверены что это вам надо было вы чувствуете что что-то не то вот это чувство что-то не то это ваша душа вам говорит что вы пытались залезть не на ту гору пытались найти удовлетворение там где его вам не иметь давайте рассмотрим почему такая вещь происходит это на самом деле очень несложно и это связано с моей второй книгой с темы второй книги о мысли формах дело в том что когда мы развиваемся как личности это в основном происходит в подростковом возрасте вот и заканчивается более не менее в районе 20 лет то у нас происходит законсервация мы наше желание наши взгляды на жизнь они начинают консервироваться это природа мысли форум то есть вот это то что мы называем наше я наша личность и так далее это мысли форма это просто куча всяких в основном ненужных мыслей которые при так сказать при которым мы привязались и думаем что они являются нами там я себя называю анатолием тот на себя называют иваном другой называет себя машей и так далее так далее это все связано с этим и вот эти желания наши подростковые они часто остаются нам кажется что они очень важное желание и все наше общество в принципе построена на этом есть еще одна другая сторона этого всего что мы с точки зрения эволюции в последние там я не знаю последние тысячи тысячи лет жили очень небольшой количество очень небольшой продолжительной жизни то есть мы жили там максимум там я не знаю 30-40 лет то есть было совершенно нормально умирать там 40 лет средней продолжительной жизни у человека было в основном средней продолжительность было в районе 25 лет но это конечно связано с тем что было просто ужасная смертность у детей до пяти лет от всяких чудесных болезней смертность матерей во время родов и конечно бесконечные войны на которые погибало бесконечное количество мужиков то есть счастье было полной штаны удивительно что мы выжили но мы выжили одна из артефактов нашего выживания что наши политические социальные взгляды на жизнь они основаны на очень молодом возрасте людей которые эти системы создавали и мы эволюционно плохо соображаем о том как найти глубину то есть как выйти из над этих всех всех желаний подростковых и подойти ближе к нашей душе и узнать что мы на самом деле хотим если мы этого не сделаем то где-то после там я не знаю 30 у нас будет подниматься неудовлетворенность нашей жизнью потому что то что вы хотели когда вам было 20 это не то же самое что вы что вам нужно что вы могли бы хотеть когда вам 30 40 50 и так далее то есть любовь поцелуи деньги квартира там так далее это все интересы в молодом возрасте в более зрелом возрасте интересы должны меняться но как их поменять если вокруг вас все этого якобы хотят там они поголовное пьянство наркоманство от того что они хотят не то что они хотят поголовная неудовлетворенность жизнью тем не менее люди все равно лезут туда куда им лезть в принципе не надо хорошо как это выражается ну у людей у которых есть истинный духовный голод о котором я миллион раз говорил они это видят и у них есть достаточно силы внутренние чтобы с этим разобраться это те люди которые уходят от глупости этого мирского бытия живут не за уходит в монастыри в ашрамы или они создают эти ашрамы у себя как я создал в своем поселке живут сами сами свои кельи которые они создали возвращаясь к духовному пути я опять-таки не хочу конкретно о пути говорить я хочу просто говорить о том как духовный путь является путем в глубину в глубину и культурную в глубину и умственную и в глубину особенно душевную духовную и когда вы сделаете для себя такое решение что вы будете направлять себя в ту сторону где будет больше удовольствие где будет больше понимания где будет больше осознание что для вас хорошо что вам дает приносит вас ближе к счастью то тогда то тогда все из этого будет вытекать например нужно ли вам почитать определенную книгу нужно ли вам какой-то определенный учитель стоит ли посмотреть определенные видео у вас появится интерес пойти в лесу погулять в лесу как я сейчас делаю и подумать глубоко что вам надо и что вам не надо и попытаться искренне избавиться от того что для вас уже больше не работает и идти может быть не сломя голову но идти в сторону того что вам даст больше удовлетворения в жизни это в принципе есть духовный путь поиск более глубокого удовлетворения если вы это не будете делать что принципе большинство людей то у вас будет постоянно гнобить вас ваша душа которая кстати главнее всего вашей жизни она вам создаст ощущение что вы провалили свою жизнь вы не достигли того чего могли бы достичь то есть ваш потенциал не был раскрыт я не буду говорить полный раз полностью раскрыт потому что такого не бывает вот но по крайней мере раскрыть свой потенциал сделав хорошую попытку это вполне таки возможно поэтому духовный путь решает все проблемы если вас эти темы интересуют подпишитесь на этот канал если вы еще не подписаны подпишитесь на этот канал сейчас это мне помогает и вам помогает потому что я ресурс и этот ресурс но он зависит от вашей поддержки всего вам настоящий луг и коровки я кстати понял кажется почему они такие не агрессивные бычки они у нас все коострированные